Думаю, что там 2-3 минуты ждем, когда, в общем-то, все дозаберутся к этому. 2-3 минуты еще есть. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Всем привет! Раз-раз-раз. Как меня слышно? Коллеги, напишите что-нибудь в чат. Все ли хорошо со звязью? Хорошо слышно. Супер, потому что в прошлый раз, да, в прошлый раз прям было не очень, и, да, сегодня я просто гарнитуру сменил. Супер, супер. Супер. Давайте начинать. Окей, да, все, вижу. Супер. Давайте начинать. Меня зовут, да, меня зовут Дмитрий Губкин. Я руководитель трекинга в Акседраторе Фри. Вот, и у нас тематика сегодня про развитие внутренних продуктов в корпорациях. Вот, и мы когда, собственно, я когда смотрел на регистрации, на как раз список участников, которые сегодня на мероприятии пришли, я понял, что вот список участников, он сильно шире, чем изначально как раз вот тот, наверное, таргет, про который мы думали, на который рассчитывали. Мы там с коллегами просто по ходу сейчас там разговора, будем плюс-минус там влево-вправо там от заявленной темы отходить, но базовый фокус держать на этом. Вот, сегодня там в гостях сегодня с нами там Артем Черменим, это руководитель продуктового офиса B2C Ростелеком, и Евгений Дорофеев, директор по продвижению этих решений компании Крок. Артем, Женя, привет. Да, всем привет. Привет, дорогие друзья. Очень рад вас слышать, видеть, и уже гостей достаточно у нас много, я смотрю. Да, радостно всех слышать не знаю, видеть вообще не знаю, вот, было бы круто после там сегодняшней новости все-таки нам когда-то услышаться, все-таки и увидеться. Да, собственно, я пока что пользуюсь, в общем-то, случаем, не выходя из дома, оказаться где-то в горах. В общем, видимо, скоро такой возможности будет меньше. Окей, давайте начинать. Я, будучи зачинщиком, собственно, этого разговора, такой небольшой, там, наверное, вводную, просто дам скажу и буду там периодически включать-выключать там свои слайды. Я не планировал делать отдельную презентацию, но понял, что там уже ближе к разговору, что, наверное, там несколько слайдов, как фиксация, наверное, того, о чем будем говорить, будет полезно. Вот, буквально пара-тройка минут и перейдем, там, к основной поездке. Вот, начать хочется с чего, чтобы мы там базово, как фонд развития интернет-инициатив, вот, кто не знает, там, начинали и продолжаем инвестировать в стартапы. И, там, за, там, прошедшие вот эти, с 2013 года, там, накопили огромный опыт в части, там, и поиска, и развития, там, продуктов на ранних стадиях, прежде всего. И, там, прошедшие уже где-то года 2-3, мы как раз начали, там, смотреть вот так же на, там, другие рынки, на другие кейсы. И, там, как раз, там, один из кейсов, в который мы, там, прицелились, это работа с внутренними продуктами. И, там, за вот эти 2-3 года прошедшие, там, накопился уже такой хороший опыт, который, как раз, вот, мы начинаем, там, про него активнее рассказывать в рынок, там, про наши кейсы. У нас сейчас коллеги из маркетинга, которые отряд публикаются на эту тему, вот, но повестка сегодня основная, как раз, про продукты, как я уже проговорил. И, вы знаете, вот, как раз, вот, когда случился, там, карантин, стало чуть больше времени свободного, и, там, у меня случилось, наверное, там, суммарно, то есть, кейсы были и до этого, но вот в такой активной фазе, наверное, с пару десятков, там, таких живых диалогов, а вот, кастомер-девелопмент, наверняка, там, знакомая методика, вот, наверное, с пару десятков таких разговоров у меня случилось. И, там, точно, больше, наверное, таких вот, пейнов, болячек, которые от коллег, кто, вот, так или иначе связан с развитием, либо линейки продуктов, либо это продакт-оунер, там, какого-то направления, вот, такие, наверное, три частотные, они вот такие, первое, чего видится, это, вот, когда продукты живут не по законам рынка, чего имеется в виду? Имеется в виду, что по рынку большой компании, там, да, возникает довольно много соблазнов, вот, как-то, либо какие-то заниженные себе KPI выставлять, либо, вот, мы, там, с рядом продуктов разговариваем, там, такая, у нас есть формат диагностических сессий, там, такой, скорее, ответ в формате нашей цели, там, до конца года, ну, там, новой фичей выкатить, или, там, ну, продукт запустить. Вот, таких, каких-то предметных разговоров, их не очень много, таких, оцифрованных, по смарту, как мы любим, и это, вот, про time to market, второй кейс, это, когда, вот, ну, не очевидно, в какой момент и как принимать решение о том, вот, уже продукт, который есть, но он, там, не очень активно развивается, и не очень понятно, то ли его закрывать, то ли, вот, ну, уже, там, выложили, сколько-то, не знаю, там, 5, 7, 10, 15 миллионов рублей, то ли еще просто доложить, либо как-то команду усилить, и такое, вот, ну, скорее, неудовлетворение текущим портфелям. И третья штука, это то, о чем, наверное, вот, ну, большинство респондентов говорят, это на рынке в целом огромный дефицит продуктов, и с этим, ну, то есть, там, по-разному, мы про это чуть позже поговорим, компании по-разному, там, к решению этой сдачи подходят, обсудим. Вот, наверное, начать просто хочется, с чего я такой контекст задал, наверное, вот, Артем, Жень, как у вас в компаниях, наверное, первое, наверное, будет полезно, если вы расскажете чуть про, наверное, свою зону, за что вы отвечаете в компании, и второе, это, наверное, какой у вас, какой у вашей компании запрос, вот, просто, вот, ну, новые продукты в ваших больших компаниях, зачем они, какую задачу вы решаете? Можно ты, наверное, Артем, вот тебе микрофон первому? Дмитрий, спасибо. Ну, начну с себя, соответственно, я руководитель продуктового офиса B2C, Ростелеком, соответственно, моя задача – это развитие продуктовых команд в совокупности, которые, как раз, отвечают за ключевые продукты в компании Ростелеком, соответственно, это 80% портфеля доходов B2C, это голос, все, что связано с передачей, соответственно, это телефонии, это мобильная связь, проекты МВНО, стиль 2, все форматы мобильной коммерции на этих технологиях, это все, что связано с интернетом, это цель и задача стоит лучший интернет в стране, соответственно, разными этапами мы к ней подходим, и, соответственно, на этой базе разные форматы ВАЗ-сервисов, которые мы можем производить. Также большое и очень интересное направление – это игры. Мы в 2016 году открыли целое направление по взаимодействию с крупными паблишерами и стартовали с такой компании, как Wargaming, сейчас это Mail.ru, это, соответственно, у нас из Epic Games, и, соответственно, следующие проекты, категория, которые в моем портфеле находятся – это партнерство, это связаны с банкингом, это программы лояльности, и основная цель – это развитие продуктов, соответственно, которые сейчас в портфеле находятся, плюс создание вокруг них экосистемы, которые увеличивают пользование, lifetime life и, соответственно, lifetime value и выручку по этим продуктам. Соответственно, это как развитие существующих, так и создание новых продуктов в периметре компании по B2C направлению. Это зона ответственности как раз у моей команды. Дмитрий? Да. В части того, что, ну, как ты задал хороший вопрос, что же является сдерживающими факторами, на самом деле еще в больших корпорациях, кроме time to market, есть еще такая зона смерти time to decision. Это время до принятия решения, вообще, стоит ли развивать принятие решений по выделению ресурсов, команд и так далее. Это тоже в определенный формат искусства в больших корпорациях быстро проходить этот этап. 0.1, так мы его называем внутри. Окей, спасибо. Жень, тебе микрофон. Да, спасибо, Дим. Я из IT-компании Крок, и должность моя звучит как директор по продвижению решений. Я помогаю производственным департаментам, производственным направлениям выстраивать продажи на рынок. Структура компании Крок выглядит следующим образом. Есть производственные направления, производственные департаменты, а есть отдельный юнит, где сосредоточен весь Salesforce, то есть такой отдел продаж тех людей, которые на острие атаки, что называется, которые там ближе всего к клиентам и взаимодействуют с клиентами. И моя задача именно в производственных департаментах собирать такие решения и такой бизнес, который очень понятным образом можно понести в Salesforce, который дальше сможет очень таким же понятным образом понести это в рынок. Вот если в двух словах вот как-то так. Окей, и смотри, вторая часть вопроса, это, наверное, какой запрос там в вашей компании, вот новые продукты, они зачем? Я просто здесь поясню, мы разные на самом деле, я разную мотивацию слышал. Вот у коллег там из, у некоторых там из телекома, особенно у страховых компаний, там кейсы возникают когда-то вместе огромная там платящая база пользователей, и нужно там вот эту метрику там РППУ, да, доход с платящего клиента, ее как-то вот делать выше и выше. А другой кейс я слышал, когда коллеги запускали новые продукты с тем, чтобы стратегически в долгую, вот есть там якорные корпродукты бизнеса, и вот важно, да, в моменте прямой конкуренции нет, но продукты запускаются с прицелом на то, что на горизонте пара-тройки лет она может возникнуть, и нужно скорее вот их запускать на опережение. Вот, наверное, ваша мотивация, она какая делать эту работу? Да, если говорить про продукты, то мы здесь разделили это понятие на две части, вот по какому принципу мы их разделили на внешние продукты и внутренние продукты. Внешние продукты это стартапы, там как принято часто называть, или там какие-то команды продуктовые, проектные, пусть слово продукты, стартапы будут, которые находятся за периметром компании, самостоятельные абсолютно. Мы с такими тоже работаем с удовольствием, и с ними мы чего делаем? Мы делаем сейчас уже шестой по счету, и у нас скоро ДМД будет, акселератор для таких команд, для таких стартапов, которые проходят акселерационную программу, и в результате мы получаем совместный с этими продуктами план действий, как именно мы можем вместе попродаваться в рынок. Чаще всего в наших заказчиков, и часто там есть добавленная стоимость в виде интеграции, которую мы предоставляем, как наш корр-бизнес, как нашу корр-услугу, но есть и много разных других историй, где может появляться добавленная стоимость. Это про внешние продукты, с которыми мы работаем. Есть второй блок, это внутренние продукты, это команды, это решения, которые для нас решают примерно следующие задачи, и запрос примерно следующим образом звучит. Частично он там перекликается и с внешними командами, внешними стартапами. Это диверсификация проектной выручки. Наверное, многие знают, что Крок – это классический интеграционный бизнес изначально, сейчас это IT-компания, одна из крупнейших в России и заметных в мире. И почти большая часть выручки, она классическая, проектная. Мы планируем диверсифицировать эту выручку, и уже это делаем за счет именно продуктовых продаж. В структуре доходов что важно? Важно, чтобы это были рекуррентные платежи, то есть это какой-то там lifetime value, которое мы можем получать с клиента на протяжении какого-то количества времени, когда мы собираем не один платеж за один внедренный какой-то проект, а это какие-то постоянные платежи со стороны клиента в нашу сторону. И еще один из моментов – это, наверное, вход в нет-нью-нейм клиентов, как мы это называем, то есть это клиенты, с которыми мы еще не работали, они про нас там часто знают, и мы про них тоже часто знаем, но там условно не было повода поговорить, что называется. Мы приходим с каким-то коротким, понятным продуктом, и еще один как раз запрос «быстро», который мы можем обсудить, и вот о чем Артем говорил, скорость – это, правда, очень важно для крупных компаний. Мы можем быстро показать, где мы можем заказчику доставить какое-то value, доставить какую-то пользу, и за счет этого там выстроить отношения, и дальше там есть для нас понятный road map, где, как мы можем посмотреть еще задачи этого заказчика, и которые мы тоже можем помочь порешать, имея очень широкую экспертизу в IT в большом стеке разных и любых задач на этом рынке. Вот, наверное, это основные вехи. Окей, спасибо. Получается, такая вот эта еще частая история про продуктного влечения. Ну, то есть вы как раз, да, более такими мелкими кейсами заходите в более крупный клиент. Интересный кейс. Хорошо. Вот вопрос, наверное, номер два, да, следующий. Это вот чуть поподробнее, наверное, сейчас к Артему больше микрофон передам. Артем, как у вас, наверное, строится работа с запусками? Может быть, да, какие источники есть? Вот как вы воронку наполняете в вашей компании? Вот про это. Да, Дмитрий, спасибо. Смотрите, какой очень важный момент. Компания большая, у нас организационно это семь макро-региональных филиалов. И по факту сейчас четыре крупных источника появления так называемых воронки идей, которые мы отрабатываем. Первое – это базовая, которая рождается на уровне штаг-квартиры, как раз в продуктовых офисах, которые по факту может в себя включать как создание новых, так и дополнение к существующим. Первый источник – сами продуктовые команды. Второй источник – это так называемая инициатива земли. Это как раз наши макро-региональные филиалы. Мы присутствуем во всех субъектах Российской Федерации. И это позволяет в том числе с полей, с клиентов быстро какие-то тестить гипотезы, так и искать эти боли клиентские, которые могут появляться в разные кейсы. Там, например, на Дальнем Востоке, либо на Юге, либо в Санкт-Петербурге и конкретно в Москве одновременно можем гипотезы тестить и продукты запускать. Третий источник – это так называемая работа с новыми технологическими историями и стартапами. Это как раз работа с фри. Мы недавно, соответственно, вошли в том числе в акционерный капитал, фри, как фонда. И эту работу с другими площадками тоже простраиваем. И четвертый – мы сейчас стартовали. И интересная такая практика. Мы провели очень большой… проводим серию хакатонов. Последний, который мы проводили – это VirusHack, который собрал больше 400 команд. Одновременно мы заводили на онлайн-хакатон. И, соответственно, ту воронку идей, которую мы прорабатывали, она, соответственно, тоже попадает в наш бэклог проработки именно проектов B2C. И очень часто сейчас наблюдаются так называемые кросс-проекты B2B2C или B2GBC. Вот это очень интересное направление, которое мы для себя отдельно рассматриваем из-за того, что как раз мы на этих трех категориях и присутствуем, как на B2G, B2B и B2C. Вот это четыре воронки идей, которые наполняют наш pipeline, и вот эта работа, она производится. Дмитрий. Уточняющий, наверное, вопрос про это же. Смотри, там же наверняка в этих каналах, как вот и в продажах, там будет разная скорость движения продуктов в этих каналах, разная скорость дозревания. Вот, наверное, если пару слов сможешь сказать про, наверное, критерии, вот отличаются ли они от, наверное, воронки к воронке, вот если да, какие они, или, может быть, есть какие-то общепринятые в компании в целом критерии, по которым вы понимаете, что да, там вот продукты, то есть критерии дозревания, или там критерии, по которым у вас начинают решения приниматься или не приниматься в компании? На самом деле это вот в этом вопросе их три. Это первое, сам критерий, как они попадают, и наш критерий от SEO, да. Потом это как мы их внутри диспетчеризируем, на какую из веток мы можем направить, и, как я понимаю, какие критерии выделения так называемых пилотных бюджетов, которые мы можем проверять наши гипотезы. Отвечая на первый вопрос, соответственно, как мы выбираем, есть простые критерии, у нас есть стратегии, утвержденные компании, есть определенные так называемые стратегические ниши, которые мы хотим, например, забрать. Например, это гейминг. Мы ставим перед собой задачу лучший интернет-оператор для геймеров. Соответственно, все, что вокруг гейминга связано с подписочной моделью, которая LTV, соответственно, они градируются, и они имеют больше приоритет, если они как раз попадают в эту стратегическую нишу. Второе, это так называемые стратегические технологии, которые могут быть по-разному интерпретированы, и у нас есть четкое понимание, что 1 плюс 1 будет 4 или даже 5, что у нас есть эта аудитория в нашей базе, мы четко понимаем, где мы сможем сложить наш юник-экономику по этому фокусу, и, соответственно, мы заходим в пилот. И третье, это так называемые перспективные истории. Мы просто тестим новые тематики, которые, на первый взгляд, вообще могут не относиться к телекому. Мы их все равно проверяем, и там два пути. Либо мы их развиваем как отдельно стоящую историю, либо как-то ее интегрируем в нашу экосистему. Говоря о том, есть ли какие-то критерии бюджетирования и так далее, да, у нас есть отдельный трек, это так называемый фаст трек, это запуск, если это в рамках одного сегмента уже на существующих каких-то бизнес-моделях. Упрощенный какой-то пилот с бюджетом, например, по капексу в районе до 2 миллионов рублей, и мы это в том числе открыто проговаривали и на площадках, и на частях катонов, когда победителям мы говорим о том, что мы инвестируемся в том числе технологически, мы даем им все возможности протестить свои гипотезы. И третье, это мы в разных форматах в том числе делаем СП по конкретному продукту или по какому-то направлению. Кратко это так. Дмитрий? Артем, я это вынужден уточнить, у нас коллеги, возможно, не все, СП, это что такое? Это совместное предприятие, как раз, да, с правой аббревиатуры. Мы понимаем, что, например, конкретный продукт будет перспективный, либо какой-то элемент создания этого продукта делается. Соответственно, для этого у нас есть отдельное подразделение, оно не входит в сегмент, это по развитию бизнеса у нас есть свой венчурный фонд, который, соответственно, мониторит перспективные либо технологии, либо, соответственно, бизнеса. Это вот отдельная часть, она отдельно стоящая от продуктовых офисов. Окей, спасибо. Вот я сейчас комментарий к коллегам в общий чат сейчас открою. Коллеги, смотрите, можно задавать вопросы по ходу, пишите прямо в общий чат, чтобы было видно всем членам группы. Не гарантия, что мы прямо на все вопросы ответим, но если что-то будет в контексте, то мы его в целом зачитать и там дать вопросы, задать. Идемте дальше. Можно, наверное, уже к такому, да, вот к мясу, что называется, переходить. Вопрос такой. Я пошарю экран. Сейчас, момент. Момент. Да, я пошарил экран. Вот в целом можно, наверное, там, да, обсуждение разбить на две части. Вот есть история с запусками. Вот там уже не, да, это может быть работа больше с внешней воронкой. Когда вот вы в поиске кейсов, там, да, у Артема это может быть с внутренней воронкой. Вот первая часть — это запуск, когда вот скорее в поисках вообще сегмента кейса, ниши. И второе, когда уже вписались, да, в какую-то тему. И чего-то с этим надо делать. Будь то стартап, будь то внутренний продукт, который запустили. Можно, наверное, начать с первой, да, части, вот про запуски, да, если поговорить, там мы это называем, там от нуля к единице. Вот мы внутри оксигуратора обычно себя вот по таким стадиям разбиваем. И, грубо говоря, вот там кейсов-то пять у тебя, через которые каждая команда проходит. Когда сегмента и ценность вот их нет, там есть набор галлюцинаций, когда вот чего-то сформировано, уже есть набор предположений, но пока вот маркет такого, proof of market не случилось, продаж нет. Дальше разовые продажи, какой-то процесс продаж и уже вот такой поток системный, да, поток продаж. Женя, сейчас, наверное, вопрос к тебе. Если говорить, наверное, про фазу все-таки запусков и такого, да, поиска кейсов в рынке, вот, видимо, больше все-таки со стартапами, какие возникают здесь у вас проблемы, на чем больше всего копий ломаются в вашей компании? Какие частотные, наверное, вот, да, боли? Сейчас вопрос про внешние стартапы, которые мы к себе, с которыми мы дальше делаем какой-то бизнес, вот это. Или в целом и про то, и про внутреннее. Смотри, если ты про оба можешь кейсы сказать, я бы про оба. Да, окей, про внешние здесь все достаточно просто. У нас есть понятные требования к внешним командам, внешним стартапам. Продукт должен уже иметь Problem Solution Fit, что называется, когда есть уже подтверждение и подтверждение деньгами клиента. Более того, нам важно, чтобы это было не просто подтверждение, а подтверждение на там релевантном нам рынке. То есть мы целимся все-таки работать с такими внешними командами, которые продают в там интерпрайз заказчиков, ну или вообще в крупные компании. И нам важно, чтобы были релевантные кейсы, чтобы уже такие продажи случались. Соответственно, это почти, даже не то, что почти никогда стартапы стадии идеи, но мы к этому пришли, там, через шесть акселераторов. Сейчас это всегда зрелые компании с продажами, и у нас для них очень понятный оффер. То есть мы им даем ценность в виде доступа к нашим текущим заказчикам, или там вместе с нашим брендом мы можем идти и продаваться там даже не в текущей компании, а куда-то в крупный бизнес, которому там, который Кроку будет доверять сильно больше часто, чем стартапу. Если говорить про внутренние компании, то по стадиям, и точнее про внутренние продукты и про внутреннюю механику, она у нас похожа, и мы тут никакой велосипед, естественно, не изобретали. Мы взяли классический линд-цикл создания продукта, и у нас это, там, называясь жизненным циклом продукта, там, на основе линд-стартап и кастомер-девелопмент этих двух методологий, как база, как якорь, как это там общепринято или часто принято, мы разложили на четыре стадии для себя. Это, там, первая, это идея или, там, продуктовая гипотеза, что вполне может называться, когда действительно есть понимание или, там, есть предположение, что тот или иной продукт может быть востребован на рынке. Дальше мы, там, описывая эту идею, приходим в следующую стадию Customer Research, когда мы собираем Problem Solution Fit, так называемый, прошу прощения за слова из Икеи, вот эти все, но это прям, вот, там, из методологии, из всего того, что, там, наши слушатели, надеюсь, прочитают или после, или уже прочитали. Если кому-то, там, хочется поспрашивать про сленг, тоже можно в чате писать, мы будем расшифровывать. Короче, вторая стадия – это вот этот Customer Research, когда мы при помощи Customer Development интервью, таких проблемных и решенческих интервью с заказчиком, с представителями заказчика валидируем наличие проблемы и валидируем, подходит ли решение, которое мы придумали. И для нас триггером для перевода со второй стадии на следующую стадию является продажа, как это часто и, там, в других механиках бывает. Таким образом, мы достигаем вот этот Problem Solution Fit. Как только мы договорились с заказчиком о том, что вот они деньги, или, там, подписали договор, или первые договоры, в зависимости от сегмента и от целевой аудитории, и, там, от продукта, мы считаем, что вот эта стадия пройдена, Problem Solution Fit состоялся. Дальше мы переходим в развитие, и там мы стараемся собрать Product Market Fit, когда мы говорим, что этот продукт востребован вот на этом рынке. Рынок выглядит примерно таким образом. Есть вот такой клиентский сегмент, это вот такая аудитория с вот такими свойствами, там, описание компании или какой-то процесс или паттерн потребления этого продукта, и туда появляются какие-то, там, управляемые, повторяемые продажи, там, какое-то их количество. Часто это все переходит в уже сходящуюся экономику положительную, хотя бы операционную, и если мы, там, добегаем до положительной вот этой юнит-экономики при этих продажах, то мы считаем, что, там, продукт успешный, и мы его, там, можем масштабировать и на нем зарабатывать деньги, и собираем под это, там, отдельный бизнес-юнит. Вот база, вот такая механика, вот примерно такой цикл создания, и, там, жизненный цикл продукта, вот примерно так вот. Окей, и смотри, да уточню тебе же, вот если все-таки про проблематику говорить, то вот что в одной воронке, что в другой, можно тезисно, вот какие болячки там возникают, вот, а что чаще всего, вот, идет не так в работе хоть с внутренними, хоть с внешней воронки. Ну, начну с внутренних. Тут, что важно, ну, или, там, что сложно часто. Сложно менять майнсет людей с большим, успешным, особенно если проектным опытом, вот, проектного бизнеса классического. Прийти и сказать им, что, оказывается, можно, там, делать продажи теперь, там, за, там, в пять раз быстрее, чем раньше мы делали, или что не надо каждый раз кастомизировано изготавливать коммерческое предложение. Оказывается, можно, там, положить это на тираж и, применяя продуктовые практики, делать все сильно быстрее и, там, таким образом, в том числе денег зарабатывать. Вот это, правда, сложно. Менять вот этот образ мышления способ мыслить в людях. Дальше с чем сталкиваемся? Сталкиваемся с тем, что вот этот этап или вот этот жизненный цикл создания продукта в нашем рынке B2B заказчиков крупных компаний, он очень длинный. И цикл проверки гипотезы занимает много времени. То есть, если мы работаем, там, на B2C рынке, мы достаточно быстро можем до конечных пользователей дотянуться, customer development интервью провести или попробовать, там, лендинг какой-то повесить, трафик аналить и быстро понять, а есть ли отклик, есть ли, там, какие-то триггеры, подтверждающие состоятельность гипотезы. В B2B Enterprise это долго, просто даже, там, 10 интервью, не знаю, там, с коммерческими директорами банков. Ну, вот, там, сколько, да, времени нужно, чтобы провести 10 интервью таких. Специфика, в общем, у вас специфика отрасли накладывает отпечаток. Все верно. И под это, соответственно, переделываются все инструменты вот этой методологии customer development, ленд стартап, и там тот же самый пресловутый customer development интервью уже не выглядит так, что ты можешь пойти в заказчика провести, там, ну, это как пример уже, там, адаптации инструментария. Ты не можешь пойти просто с одним человеком поговорить в заказчике, тебе нужно собрать, так называемый, там, power map тех людей и собрать, так называемую, там, pain map, когда мы, по сути, такую карточку рисуем, что в заказчике важно порешать, там, проблему или задачу вот этого человека, вот этого и вот этого, и тогда задачка компании, кажется, решается вот таким образом, и тогда вот этот problem solution fit, кажется, наступает. Ну, и, соответственно, усложняется вот этой механикой и, там, инструменты таким образом мы немного переделываем продукты здесь на нашем рынке. Вот короткий вопрос, я уже начинаю параллельно вопросы из чата фиксировать. Жень, тебе вопрос. Есть ли у вас плюс-минус цифры? Сколько в среднем у вас проверяется гипотеза нового продукта? Есть ли плюс-минус, там, какой-то цикл, не знаю, там, за три месяца это хорошо или, там, за шесть месяцев? Вот есть ли какие-то ориентиры плюс-минус? Плюс-минус они есть. Если мы говорим про вот этот traction или, там, цикл, когда мы проверяем гипотезу к azdev, потом, там, от azdev переходим к продажам и так далее, ну, очевидно, в enterprise сделки быстро, в enterprise сегменте, вот в этом, в больших заказчиках быстро сделать не получится, и до продаж там часто получается добегать от этапа идеи до денег за несколько месяцев. Ну, это, там, часто, там, в районе полугода, иногда больше. Если говорить про customer development и про валидацию идеи через ответы респондентов, через ответы, там, людей в заказчиках, это, ну, тоже месяцы, там, два-три месяца уходит на то, чтобы собрать, как это, вижу комментарии в чате, что это без сленга говорить, репрезентативную выборку собрать. Короче, нужное количество... Понятнее не стало. Да-да. Шучу. Нужное количество ответов респондентов, ответов тех людей, мнение которых нам важно учесть, чтобы посчитать, что, правда, достаточно рынка и что, правда, мы сможем там зарабатывать на этом рынке деньги. Вот. Соответственно, до этого тоже, там, добегаем, как правило, за два-три месяца. Окей. Да, коллеги, спасибо за вопросы в чате. Вот мы их читаем, я сейчас просто дозадам вот вопросы базово, про которые мы хочется поговорить с коллегами и начнем уже вот параллельно ваши, да, фиксировать. Артем, тебе микрофон, к тебе вопрос. Вот можно, наверное, да, вопрос-то тот же. У вас там четыре воронки, из которых начинают продукты созревать. А вопрос, наверное, ваши, вот, ну, ваши боли, да, в, наверное, в генерации, да, в созревании этих продуктов. С чем сталкиваетесь? Можно, наверное, начать с этого, а дальше перейдем уже, там, как решаете. До этого тоже доберемся. По методологии у нас очень близко с Евгением, но это классическое в целом по рынку, по продуктологам. Важный элемент, что вот как раз моя команда, она занимается B2C, и даже на этой ситуации вот эта многоуровневая карта боли, кто принимает решения, кто реально пользуется, она даже в обычной семье, в домохозяйстве тоже присутствует. Например, на таком проекте, как детская платформа, по факту пользуется ребенок, принимает решение мама, деньги платит папа. И таких как раз на этапе КАЗДЕВА, соответственно, тоже интересные схемы принятия решений, тоже это отрабатывается. Но это не, я считаю, что вот у нас это не самое, как бы, сложное. Это все-таки, наверное, скорость, это большая корпорация, это как по факту внедрить быструю проверку, получение достоверной информации, даже негативной, что туда, например, развитие продукта не надо производить, а в этой конфигурации, либо в этом офере это наиболее эффективно. Вот это основная сложность, потому что кроме того, что мы корпорация, мы еще и государственная корпорация, любые какие-то действия, которые требуют дополнительных затрат, у нас, соответственно, через тендеры, и это значительно увеличивает в том числе формат быстрых проверок. И, в принципе, как раз наша работа была направлена, чтобы эти ограничения максимально снять эти барьеры, и мы, в принципе, достаточно сильно сократили time-to-market продуктов, и, соответственно, там 1-2, там 4 месяца уже вот от идеи до реализации, вот проект, например, по игровому мы запустили за 4 месяца. Это с проверкой гипотезы по непосредственно самой целевой аудитории, проверка офферов, проверка юнит-экономики каналов привлечения, и, соответственно, с технологической интеграцией как внутри, так и с партнером через API достаточно сложно. В том числе защитой модуля киберугроз, потому что как раз дополнительное требование, которое мы у себя еще отдельно прорабатываем, связи с тем, что мы большая компания, это устойчивость вот этих даже пилотных историй, потому что количество попыток негативного повлиять, их даже на пилотах мы видим, что это возрастает. Это новая реальность, и к этому просто надо быть тоже готовым. Окей, вот я тебе услышал тезис, что там часто важно понять не только, куда ходить надо, но еще и куда ходить не нужно, и это зачастую там важнее, да, становится. Окей, ты на вопрос про там срок ответил, еще коллеги вот в чате начинают писать, давайте тоже про это поговорим, у кого как устроена мотивация внутренних команд, чтобы стартовать новые продукты. Кажется, это вот одно из таких тоже, одно из больных мест, потому что вот как показывает вот наш опыт, как только в компании находятся вот люди с нужной мотивацией, вот как бы на разных уровнях, да, и на уровнях скорее вот сверху, да, вниз, когда вот бежим туда, так и на уровне конкретных исполнителей, которые вот возьмут на себя, да, эту ответственность и побегут. Вот как у вас с мотивацией, как вы мотивируете сотрудников запускать? Новые кейсы в рынке. Артем, можно, наверное, тебе вот микрофон также? Очень важный момент, и как раз мотивация, мы для себя пробовали разные сценарии, на самом деле вот на протяжении, наверное, трех лет мы поменяли по факту четыре раза мотивацию, да, и пришли к очень интересному факту, что мотивация, как бы, продуктовой команды и продуктологи, мы сейчас разделяем их, это продуктологи старта, так называемого, и продуктологи уже развития продукта. И по факту по ним мы ставим разные мотивационные программы, кроме корпоративных, которые есть в компании, соответственно, это выручка и так далее, это дойти до старта коммерческого запуска, соответственно, первая продажа, N10 продаж, и там, соответственно, первые тысячи продаж. Вот это дойти до этого периода, соответственно, сохранив time-to-market, и второе, это исполнение PL этого проекта, который был утвержден на внутреннем продуктовом комитете. Кроме этого, в принципе, кроме корпоративной мотивации внутри команд, важно, как я, как руководитель, стараюсь, мотивация, так называемая, нематериальная, соответственно, очень хорошо всегда работает история, что сделать это первыми, сделать это лучшими, и, в принципе, любая амбиция, которую для себя мы ставили, у нас есть так называемый клуб единорогов, те проекты, которые перешли стадию миллиарда, и вот эти задачи в каждой, в принципе, градации есть. Это продукт, который дошел до 100 миллионов, от 100 миллионов до миллиарда и выше. И, в принципе, такие ачивки у ребят, лидеров команд, которые вот уже несколько таких там единорогов себе собрали. Вот это очень важно. И еще раз подчеркиваю, это команда старта и команда развития с разной мотивацией, и вот важна максимальная поддержка именно ресурсов их на этапе старта, потому что там играет время, там не ресурс. Окей. У нас вот на эту тему там прям шутка ходит, что, знаешь, любая плохонькая идея в масштабах огромной компании становится самостоятельным бизнесом. Да, да. Да, именно так. Окей. Жень, вот тебе, наверное, похожий вопрос. Как у вас мотивация? Есть ли у вас на эту тему какие-то кейсы? Потому что вот это такая правда, по-моему, рыночная. Ну что, я разные схемы видел, вот кто-то про деньги, кто-то про как раз мотивацию там менять мир, кто-то там про развитие внутреннего предпринимательства, да, говорит. Вот вы про что, как у вас с этим? Слушай, ну у нас продукты начали создаваться в компании достаточно давно, и изначально это было, ну, просто прикольно. То есть действительно люди, многие шли и делали что-то прям прикольное, и там почти всегда эта история про такое, там, вот то, что Артем говорит, нематериальная мотивация и то, что правда дровит. Там же и менять мир, там же и вот, вот там история про самореализацию человека. Сейчас мы пришли в точку, когда, конечно же, у нас к этой нематериальной истории добавляются и там некие переменные части к доходу продакт-оунера, продакт-менеджера и там тех людей, которые в команде в таком продукте. Это пока мы успеваем обсуждать каждый раз индивидуально. Базово пока так. Окей, да, спасибо. Вот подходим, кажется, подобрались мы в нашей дискуссии уже там ближе к людям. Давайте чуть-чуть про людей, наверное, да, причем так начнем, вопрос, про который у меня там энное количество дискуссий было, в разных компаниях, вот, да, вот эта роль продакта, можно, наверное, про продакт-оунера больше говорить, разное понимание вообще, что такое продукт и что такое продакт-оунер. Вот, наверное, вам, да, вопрос, что вы под, кто для вас такой продакт-оунер, вот, которого бы вы там наняли в команду, либо у вас есть кейс, вот, там у вас есть клуб единорогов, потому что обычно как вот крутые продукты делают крутая команда. Там вот, ну, 99,9, что есть просто крутой ПО во главе этого продукта, который драйвит это направление. Вот кто для вас крутой продакт-оунер? Вот, Артем, можно там, возможно, с тебя. Очень хороший вопрос. Кто для меня отец, мама и любимая няня этого продукта, потому что оунер – это собственник, больше, как бы, если в прямой перевод, заботливый отец, любящая мать, старший брат и младшая сестра одновременно, – это как раз вот этот продукт-оунер, который, кроме того, что борется за вот эти метрики, которые он для себя поставил, и по факту он публично это принял, да, это тот человек, который вокруг себя и собирает эту команду. Это человек, ну, если мы говорим про вот очень важный момент, что мы внутри для себя пришли, все говорят про боли клиента, и все продукты выстраиваются от боли и так далее. Мы сейчас пришли к пониманию того, что как раз появляется класс продуктов, в который даже мы выискиваем счастье клиента, в смысле, особенно в игровых историях, что люди готовы платить не только за боль, когда ее устраняют, но и за момент счастья, и, соответственно, вот этот элемент, они готовы делиться этим. Это как раз продукт-оунер, который вот может это соединить, устранение боли и перейти в категорию счастья. Вот если он этот видит путь, то это прекрасно. Окей. Жень, вот тебе, я знаю, что у вас тоже такая, вот мы сейчас перейдем потихоньку к инструментам, как у кого, да, устроено. Кто для тебя хороший продукт-оунер? Скажи. Ну, у нас на самом деле все достаточно просто. Мы склоняемся к тому, что продукт-оунер – это такой мини-SEO, мини-SEO этого продукта, и SEO, если это там с классического Chief Executive Officer, то в нашем понимании SEO на этапе, когда продукт только создается, и там некому отдавать распоряжение, там, приказы и так далее, и часто приходится делать самому, и там то, что принято часто в стартапах, у нас это очень похожим образом ложится. SEO – это для нас там Chief Everything Operation или там офисер, и получается, что этот человек, ну, по сути, должен либо уметь все, либо быстро найти того, кто умеет, и приделать его к команде, чтобы команда побежала. Вот. А сам портрет такого продукт-оунера, он складывается, получается, из зоны ответственности, за которые, по сути, он должен отвечать. Это, прежде всего, прибыль и финансовый результат, и он должен там уметь посчитать этот финансовый результат как минимум. Соответственно, навык там понимать, как рассчитывается P&L любого бизнеса, или там какие-то вот эти финансовые документы, понимать, как они образуются, должен. Это там списком прям прочитаю. Это pipeline, то есть воронка продаж, как именно формируется. Это маркетинг, лид-генерация, общение с клиентами и все, что связано с взаимодействием с клиентами. Это, понятно, ценообразование, откуда, сколько денег, каким образом формируется. Это какой-то roadmap и backlog задач, которыми он умеет управлять. Это там навыки менеджмента обязательно. Это там моделирование продаж и понимание, какие вообще бывают бизнес-модели и что вообще словоскутание это означает. Это, очевидно, customer development, потому что кому, как не product owner, идти в рынок и разговаривать с заказчиками, собирать вот этот problem solution fit через customer development интервью. Это там базовые навыки формирования и реализации маркетинговой стратегии, позиционирования, то есть какие-то точно там как минимум задатки маркетологи должны быть. Ну и там наша частная история – это понимание, если мы хотим продавать этот продукт в тот же рынок, где мы сейчас, умение выстраивать отношения с Salesforce, это там тот департамент, который ближе всего клиенту у нас сейчас. Понятно, что я, наверное, описал такой портрет супермена, и что таких людей не самая простая задача найти, но это, наверное, будет как раз там один из следующих вопросов, которые мы будем обсуждать. Окей. Человек-снежинка. Он, я думаю, где-то существует все-таки в природе. Ну и добавление, как раз Евгений очень правильно сказал, этот человек не обязательно должен быть полной снежинкой, он должен быстро находить второй элемент снежинки. И вот это как раз важно. Это как коммуникабельность, так и реальный быстрый поиск необходимого ресурса, как человеческого, так и любого. Вот это прям сильно влияет на результаты, на успех. Вот раз уж мы там про инструменты заговорили, у нас на эту тему как раз коллеги в акселераторе Skills сделали вот такую интересную штуку «Матрица продуктовых компетенций». Мы взяли, прямо нарезали вот какие там, да, типы задачи возникают при создании и развитии продукта и нарезали их вот там, да, на шесть кусков. И у нас прямо такой вот, ну, это такая скорее вот то ли первый, то ли, наверное, второй вот такой публичный показ. Мы про это очень скоро там как раз уже вовне там напишем ряд публикаций. И у нас уже прямо случился там ряд проектов, в которых этот инструмент стал такой оценкой продуктов в компании. Ну, то есть там не только продуктов, можете там посмотреть, что это продакт-менеджер, оунер, продакт-дизайнер, тимлид. Там возникают разные роли, но и вот там по куске, про которые мы говорим, возникает, например, там блок задач, связанных там с исследованием клиентского опыта. И там есть там прототипирование, ценностное предложение, генерация идей и так далее. Или там блок стратегий, да. И там есть пул своих задач. И вот в целом это такая матрица, которую ты можешь накладывать. У нас там одна из крупных компаний, она там несколько сотен своих и продуктов, и аналитиков. Там у них прямо формат такой, когда делается кейс под клиента, а вот сотрудники компании решают этот кейс, и становится просто очевидно, что вот там условно вот эти навыки там западают сильнее всего. Например, там, да, вот в решении этого кейса там сотрудники, они, не знаю, там, например, там навык кастомер-девелопмент, он там развит не очень сильно, да, вот ребята не могут там нормальные открытые вопросы составить с тем, чтобы клиенту там не впаривать, да, что-то, а через как раз открытые вопросы добраться до болячек. Вот мы там эту презентацию разошлем. Больше того, здесь есть, у нас будет, у нас будет про это там отдельные релизы еще раз. Скорее смотрите, вот, ну, на нашем канале фри, смотрите про это анонсы. Вот я скорее такую, да, затравку сейчас отбросил. Пойдемте дальше. Следующий, наверное, вопрос уже ближе про инструменты. У нас там продолжают поступать вопросы, мы к ним, да, вернемся. Вопрос следующий, наверное, про инструменты. Что в развитии продуктов из инструментов у вас, кроме того, что дали вы, значит, нашли вы, значит, там, сотрудника, либо там, да, группу сотрудников, которые начали эти продукты развивать. Что из инструментов у вас к этому есть внутри компании? Потому что вот кто-то, вот опять-таки, помню, кейсы, которые были, кто-то начинает там свои школы продуктов отстраивать. У кого-то, значит, там, школа коучей внутренних, там, да, кто-то трекинг внедряет. Вот что из инструментов дополнительно у вас есть, что, ну, что показалось, зарекомендовало себя хорошо, раз уж мы говорим про time-to-market и про скорость, как ключевую метрику. Что у вас там на это влияет активно? Жень, можно, наверное, там, с тебя расскажи. Да, у нас базово есть две вещи, которые прям точно важные, которые мы там, прежде всего, выделяем. Есть какое-то количество сопутствующих историй. Первое, мы активно используем трекинг. Как инструмент используем трекинг, трекеров, сам подход, саму методологию трекинга, и вот все вокруг этого слова, наверное, сейчас в детали вдаваться не буду, прям, что это такое, и там, если, ну, наверное, это тема отдельный метап. Или там в рамках отдельного вопроса можем обсудить. Мы второе, что делаем, это как раз в предыдущий топик в том числе, или там связка с предыдущим топиком, мы растим и качаем собственные продуктовые компетенции, и в этом году мы, даже, по моему, в прошлом начали, и в этом закончили, запустили и провели школу продукт-оунеров и продукт-менеджеров. Это, я вот как-то следил за рынком, не нашел, проводил ли кто-то еще такую школу именно в B2B для интерпрайз-клиентов, для крупных клиентов, для крупных заказчиков. Школ продуктов, в принципе, для B2B не очень много, и часто продуктов готовят для B2C-шного контента, для B2C-шных продуктов, и почти весь контент внутри обучающего курса, он C-шный. И нам он вообще никак не подходил, мы смотрели, как делать адаптацию и так далее, или там кто из коллег, из партнеров мог бы такую штуку нам собрать, такой продукт, но в итоге провели сами и привлекали, в смысле собирали сами этот контент, привлекали кастомно разных экспертов, которые там для нас были подходящими, и в итоге у нас там несколько десятков человек в первой волне наших сотрудников, это была внутренняя школа, прошли вот это обучение. Часть из них на момент обучения уже являлись продукт-оунерами и прямо внутри школы решали свои продуктовые кейсы, и за школу они, по сути, там обеспечили за время прохождения школы и обучения обеспечили там определенный трекшн своему продукту, то есть определенное развитие. Кто-то перепрыгнул там стадию проблем-солюшен фита, кто-то там от стадии идеи перешел к подтверждению к асдевам и так далее. Кто-то, кто не был в роли продукт-оунера внутри компании, очень крепко про это задумался в процессе обучения. Некоторые люди там принесли какие-то идеи с рынка или сами придумали, или увидели внутри эти идеи, и сейчас развивают такие продукты внутри, есть и такие истории успеха. Соответственно, то, о чем вначале говорил трекинг, им очень помогает. У нас в команде и в компании работает там некоторое количество трекеров, которые применяют методологию и обеспечивают скорость, обеспечивают рост, фокусировку, и вот все то, что здесь предусмотрено. Дим, я не знаю, у нас будет на эту тему отдельный вопрос, или могу здесь же рассказать про трекинг? Про трекинг, наверное, давай отдельный. Я услышал сейчас два инструмента. Первое – школа продуктов внутренних, и второе – это трекинг. Окей. Артем, тебе аналогичный вопрос. Чего работает у вас для вот этого, да, акселерации просто и, по сути, и идей, да, гипотез продуктов и для уже, в общем-то, продуктов, которые, в общем-то, там, на инвесткоме защитились, и дальше надо также с ними что-то делать? Какие инструменты у вас есть? Важный, как раз, который мы уже, мы выносим на инвестиционный комитет, точнее, у нас он продуктовый комитет, это те продукты, которые уже прошли, если говорить про трекшн-карту, это прошли пилотирование, у нас уже подтвержденный есть целевая аудитория, есть оффер, и, соответственно, подтвержденный юнит экономика канала. И мы выносим на продуктовый комитет уже, соответственно, на масштабирование и какие-то большие инвестиционные затраты, которые нужны уже внутри интеграции в компании. Важный элемент мы сделали внутри, как бы, у нас есть разные направления продуктовых офисов, и мы сделали единый проектный офис. Продукт, соответственно, отвечает за наибольшее соотношение боль клиента, лучшее решение этой боли, а проекты, соответственно, внутри, это соотношение цена и время, в том смысле, минимальная цена этого решения за самое короткое время. Соответственно, мы максимально стараемся ширить про проектов между проектами для того, чтобы с каждым элементом у нас увеличивалась вот эта экспертиза, сокращение как цены и времени вот этого запуска. Вот это очень важный момент для корпорации создания такого middle office project, которые подхватывают идеи, уже подтвержденные продуктологами после решения продуктового комитета. Мы сейчас как раз на стадии внедрения методологии трекинга. Мы конкретно у меня в продуктовом офисе, мы их там вводим на двух категориях, это внутренние продукты и, соответственно, внешние, которые мы уже, соответственно, внутренние, я имею в виду те продукты, которые мы делаем для наших же клиентов, которые происходят только внутри компании, улучшая бизнес-процессы, в связи с тем, что у нас большой эффект масштаба, даже на них реально большие цифры по выручке либо сокращению затрат. А по внешним продуктам мы тоже используем непосредственно тоже трекинг. Очень большая работа у нас в связке, это HR бизнес-партнерами. Мы проводили две серии продукт-кэмпа для обучения наших сотрудников со всей России, соответственно, в том числе мы прокачивали их навыки как по продуктовой, так и проектной. Дальше, соответственно, очень хорошо работает, это так называемые наши внутренние оценки 360 наших продуктологов. Ну, мы с разных сторон обстукиваем, видим, какие-то скиллы западают, либо они там надо подтянуть. Это точные, так называемые, индивидуальные планы развития конкретных либо команд, либо конкретного менеджера. Это достаточно дорогая история, но она хорошо работает и, в принципе, в том числе увеличивает там мотивацию на достижение, потому что мы его расшиваем, это узкое место конкретного человека. И третья история, мы сейчас смотрим по привлечению конкретных экспертов, либо конкретных продуктологов из какой-то близкой сферы для, ну, так называемый аутсорсинг продуктологов, для того, чтобы именно сокращать и увеличивать качество, сокращать time to decision и увеличить качество вот этого проведенного эксперимента. Эту технику мы сейчас внедряем, смотрим. Для нас это тоже пилот, потому что сейчас мы видим, что основная проблематика всех управленческих команд продуктовых, это как раз качество продуктологов на рынке и, соответственно, реальная экспертность по выдаче того, ну, пропекания таких продуктов, которые должны дальше приниматься решение go, not go. Вот это очень важный элемент, но и трекинг, это реально очень важная гигиена ведения продукта, как на стадии 0.1, 1.2 и так далее. Это универсальный, проверенный временем во многих компаниях, не только в России. У нас очень много партнеров международных. Мы видим, что организация продуктового управления на именно такой методологии, она более структурирована и дает высший коэффициент повторяемости, успешности. Вот это очень важно. Дмитрий. Да, спасибо за ответ. Коллеги, да, вот сейчас скорее к нашим зрителям. Коллеги, вот если у вас про трекинг сейчас чуть-чуть просто будем, да, поподробнее говорить, есть ли у вас вопрос такой, если у вас, наверное, понимание, либо уже существующая практика там про трекинг в ваших, да, продуктах, либо скорее это новый для вас, новый для вас там термин, новый инструмент, и там вы про него еще там активно не слышали и там, да, не внедряли. Вот напишите, пожалуйста, в чат. Для вас это такой скорее уже там must-have и вот, ну, некая обыденность, да, некая такая вот, ну, неотъемлемая часть. Пишите плюс, если скорее вот, ну, вы еще не сталкивались, да, с этим. Я скорее говорю про трекинг как инструмент, вот, да, в развитии ваших продуктов. Причем здесь на самом деле не важно, будь то это пилоты, будь то это внутренние продукты. Нам, ну, тоже просто интересно, да, у нас там пара сотен человек собралась, значит, в зрительном зале, и интересно просто вот это среднее по больнице, вот, это уже инструмент в корпоративной среде или это скорее пока вот удел, да, нескольких команд, нескольких компаний. Я пока, да, вот вы отвечаете, скорее кейсы, просто, да, повспоминаю, какие у нас были. Там кейсы совершенно разные. Ряд компаний к нам просто как команды, там, гипотезы продуктов на ранних стадиях на площадку в акселератор высаживал с запросом, типа, коллеги, помогите, пожалуйста, ответить на вопрос, вот, там, да, 3-4-5 команд, помогите ответить на вопрос, вот, там, через три месяца, стоит ли нам идти как раз в этот рынок или не стоит. И чаще всего, там, уже команда в таком кейсе собранная, там, есть, там, 3-4 человека, там, условно, там, SEO, да, он же продакт, там, аналитик, там, кто-нибудь, клиентский менеджер и так далее. И там работа такая обычно, это в течение трех месяцев, очень, там, да, такая задача как раз ударить как можно быстрее набор предположений про рынок, про продукт, про ценность и как раз там на выходе ответить, есть ли этот рынок, есть ли вот эти возникшие связки, как раз потребность клиента и, там, ценность от продукта и каналы, в которых мы можем эти клиентов добывать, сходится ли там вообще нет экономика или не очень, вот, там такой набор очень понятных компонентов, я сейчас дальше как раз про это покажу. Другие кейсы, там, с которыми мы сталкиваемся, это когда, вот, там, не команда к нам высаживается, когда мы скорее делаем такое, вот, ну, скорее аутсорс, аутсорс в формате там пара десятков, значит, один проект идет, пара десятков команд, там, под ключ, и на этой паре десятков, там, я сейчас покажу вам слайдик, вот так это выглядит, сейчас момент, пошарю экран, у нас сейчас есть проект, в котором, там, запрос заказчика, он такой, помогите ответить как раз на вопрос, сейчас я, да, на экран разверну, на вопрос, как раз по каждому продукту, это что-то вроде такой диагностической карты, когда есть вот ответы на ряд вопросов, там, да, проблема совершен фид, проблема решения, рынок, какая бизнес-модель, вот, есть ли вообще потенциал или нет, стоит масштабировать, и еще вот, тоже такой частый запрос, это еще и обратная связь по команде, вот, если вообще, то есть там, кроме, собственно, там hard skills и понятных вот этих набора компетенций, которые позволяют реализовать там ту стратегию, которая есть, это вот, ну, наверное, soft skills, потому что в работе как раз с трекерами это очень хорошо видно, просто видишь, если в команде мотивация это делает, берет в них глаза, правда ли это вот те самые предприниматели, которые вот эту стратегию масштабирования смогут реализовать, и вот здесь этот, да, тезис такой, если возникают у вас такие запросы, то про ваши внутренние продукты можно также поговорить, здесь есть моя электронка, можете просто запрос сформировать, и мы там с вами просто пообщаемся, это вот уже в зрительный зал, да, пойдемте дальше, можно, наверное, чуть-чуть про трекинг, Жень, я знаю, что у тебя, как раз у вас в компании в Кроке, вы уже там шесть, кажется, акселераторов сделали, и за это время я наработал с такой существенный опыт, как раз, наверное, вот про это чуть поподробнее хотелось бы услышать, как вы трекеров выращиваете, вот у вас есть какие-то просто свои инструменты, потому что я понимаю, что трекинг, трекинг в целом штука универсальная, но она, опять же, вот так же, как и, наверное, вот школа продуктов у вас, специфика разная, вот, наверное, какая у вас специфика, как вы просто это отстраиваете, потому что у нас в акселераторе такой активный еженедельный, да, вот, ритм, каждую неделю трекеры встречаются с командами, есть там трехмесячные цели, и мы в спринтах бежим. Бывают кейсы, когда это более в таком, ну, что ли, лайтовом режиме, да, облегченном, когда и встреч поменьше, и там супервизии там не в таком объеме, да, есть. Вот как у вас это устроено? Трекинг и крокинг? Да, у нас действительно трекинг применяется уже достаточно давно, это, там, какое-то количество уже лет, и у нас есть, как внутренние трекеры, мы проводили школу трекеров совместно с партнерами, учили внутренних сотрудников, и эти люди сейчас выполняют эти функции. Также мы, там, соответственно, обучены вот этому инструментарию, также мы активно привлекаем внешних трекеров, в том числе, там, трекеров, там, с широкого рынка, и там, в том числе, фри, и прошедших школу фри. Мы привлекаем трекеров прежде всего, используем этот инструмент, да, как Дима сказал, уже в акселераторе внешних команд и внешних продуктов, здесь это, там, наиболее такая востребованная и часто повторяющаяся практика. Есть много успешных кейсов, когда мы, благодаря именно этому подходу и этой механике, именно в формате, там, еженедельных встреч, когда трекер встречается с командой один, два, там, три раза в неделю, и в формате, там, консультации и разбора тех действий, которые делает команда для того, чтобы прийти, там, в горизонте двух-трех месяцев к определенному результату, действительно получают результат, когда команда ускоряется, и то, что продукты, стартапы делали вне акселератора, там, за год, они этот же результат получают за три месяца. Таких кейсов очень много, и, ну, здесь не секрет, и у Free, в том числе, есть много таких кейсов. Также мы трекинг применяем в работе с внутренними командами, там, в том числе с проектными командами, не обязательно с продуктовыми, и, там, сейчас мы на прошлой неделе подводили итоги, это такие официальные данные опубликованные, у нас есть несколько производственных направлений, которые стремительно выросли в 2019 году по выручке, прежде всего, или, там, по маржинальному доходу, и в списке лидеров как раз те производственные юниты, с которыми работали трекеры, это, там, например, информационная безопасность, там, рост 55% к показателям предыдущего года, мультимедийной системы, рост 61% к показателям предыдущего года, ну, то есть, там, цифры правда хорошие, и это прям вот кейсы наши, именно, там, по результатам трекинга случающиеся и случившиеся. Где еще используется эта же механика? Мы активно используем трекинг при сборе так называемого стратегического портфеля решений, то есть, когда каждый производственный юнит собирает свой такой портфель решений, на котором он фокусируется, и с которым он, собственно, пойдет на рынок или, там, уже идет на рынок в 2020-2021 году и, возможно, далее, и для того, чтобы команде правильно исследовать рынок, правильно провести, там, customer development, правильно ретроспективные данные проанализировать, верным образом посчитать юнит-экономику вокруг всех решений внутри портфеля. Также классно подходит трекинг, и тоже команды достаточно быстро, также, там, за пару-тройку месяцев собирают вот такие свои стратегические портфели, которые дальше, там, транслируют в маркетинг, в Salesforce и в рынок. Что еще, где еще мы применяем? Мы применяем трекинг на онбординге руководителей. Вот прям тоже есть какое-то количество кейсов, причем, даже, наверное, раньше начну. Часто бывает так, что нужно порешать кадровую задачу, рекрутинговую задачу, найти людей или, там, человека, руководителя. Даже отсюда уже трекинг хорошо работает, формируется воронка соискателей, и здесь это, там, вполне понятная механика для трекера, который помогает растить продажи, например. Мы также, там, наливаем соискателей в эту воронку и гораздо быстрее доводим до результата в виде, там, нанятого человека в штат, которого мы также потом саппорте, мы обеспечиваем поддержку трекингом и помогаем ему быстрее войти в рабочий режим, понятным образом освоить, там, быстро инструменты роста, подхватить тот бизнес, который есть, и, там, дальше трекер отходит в сторону, и руководитель, там, сильно быстрее начинает в этом юнити генерить результаты. Где еще трекер приходит часто в компанию, в качестве, там, в юнит внутри компании в качестве такого антикризисного менеджера? То есть, когда что-то идет не так, и нужно внешним взглядом сделать диагностическую, там, сессию, диагностические мероприятия, быстро понять, а где главное ограничение, или где вообще ограничения и узкие места, так называемые, в вот этой машинке по зарабатыванию денег, определить это, быстро, там, сгенерить какие-то способы, как устранить это узкое место, и, там, системно дальше, работая с этой командой, выводят эту команду, там, в безубыточность или, там, в нужные KPI, там, по деньгам, по выручке, по доходности. Тоже это прям вот уже там, есть, есть кейсы, что называется, этот подход дает вот в этой точке также результаты. Жень, вот ты, когда перечислял, в общем-то, кейсы, в которых у вас есть трекинг, я понял, что это хочется спросить, а вот где, как кейсы, в которых трекинга у вас нет? Кажется, он у вас повсюду, значит, и в онбординге, и в развитии продуктов. Ну, действительно, инструмент универсальный, он много где хорошо себя зарекомендовал, это правда. Окей. Артем, вот тебе, наверное, аналогичный вопрос, я насколько понимаю, у вас пока еще нет, вы, там, не сильно далеко убежали, вот, в часть, именно, да, внедрения трекинга, вот, если есть уже, наверное, да, какое-то понимание модели, да, в которой вы будете работать, условно, внутри начинаете, там, да, трекеров просто выращивать, и это ваша внутренняя, да, такая, становится core компетенция. Или, там, вы, там, аутсорсить, тогда планируете частично, там, или полностью, вот, как, как тебе... Я считаю, что в связи с тем, что компания большая, и внутри даже разные подразделения, с разной скоростью мышления и действий, да, и с разной скоростью, как сказать, точки дискуссии, у нас будет развиваться гибридная форма, и мы как раз ее и планируем, в том смысле, вот, элементы трекинга, как раз я говорил, что у нас есть проектная команда, и вот, и сейчас мы начали в части развития продуктовых применять, как внутренние, так и внешние. Мы еще не дошли про онбординг руководителей, но прекрасный кейс, и я тоже уверен, что это достаточно универсальная история, как на своих проектах, как в своей практике, так и в практике коллег. Я вижу, что это достаточно просто инструментарий прекрасной менеджерской гигиены, которой, ну, он работает. Акселерация, что брать за продукт, это либо это сами проекты, тоже как продукт можно использовать, и у нас такая задача стоит, это создание продуктовой фабрики, и ее создание мы можем тоже трекать. Не сам прохождение продукта, а создание фабрики. И вот на этот элемент мы сейчас гибридную форму, мы сами инвестируем в сотрудников и их обучаем искусству трекинга, так сказать, и мы привлекаем внешних трекеров для этой работы. И также у нас отдельный истрим, как раз в рамках сотрудничества с Free мы именно обмениваемся методологией и ее внедряем в части как раз именно прохождения практики. Поэтому сказать, какой инструмент точно будет работать, все ли делать компетенции внутри, либо нет, наверное, точно будет гибридная история. И на разных элементах большого, как бы, большой компании она покажет разные истории. Точно на что можно опираться, это подтверждено и нашими экспериментами, пилотами, то, что внешний взгляд, даже если проект кажется, что он стабильно хороший, все равно его надо просеивать через практику трекинга. Это даст либо дополнительный буст, либо в том числе элементы улучшения, ну, как бы, есть результативность, а есть эффективность. Либо мы улучшим результат, куда добегает команда, либо эффективность, как она за меньшие ресурсы добегает эта же команда. Вот эти важные элементы, как в краткосрочной перспективе, так и долгосрочной, они вот отрабатываются с помощью этой методологии. Она универсальна, но в любом случае вот эту звездочку компетенции, которую вы делаете, она будет дополняться. И как раз, что является трекинг, да, это искусство как раз быстро ориентироваться в этой звездочке, помогать команде найти свои узкие места и найти те инструменты, те ключики, которые открывают эти проблемные замки. Вот это и есть трекинг. По факту, поэтому и тот прекрасный кейс, который рассказал Евгений, это говорит как раз об этом, что это методика подбора нужных, в нужный момент нужного решения. И быстро обучить команду самостоятельно потом двигаться в этом же ритме до того результата, который они хотят. Вот это очень важно. Дмитрий? Да, спасибо. Вот я просто себя сейчас на мысли поймал, что вот в целом рассуждаем очень рационально, но давайте так, вот компании, которая еще не начала это внедрять, трекеров у нее нет, я просто по себе знаю. Там у меня в моменте сейчас мы работаем где-то там 30 плюс трекеров. И вот там, да, наш опыт показывает, что вот для того, чтобы трекер, такой вот трекер прям хороший, крепкий трекер, который регулярно дает стабильный результат в работе с командами, уходит обычно, ну там, я бы сказал, от одного до двух лет, в зависимости там от бэкграунда. Вот, известно, команда, которая, компания, вернее, которая находится в фазе ноль, ей вот там два года ждать до этапа, когда эти трекеры созреют, вот, ну там, до терпения не хватит. И вот здесь скорее кейс, опять-таки, там помятую, как в одной из компаний произошло. У нас, значит, одна, там один из короб клиентов к нам отправил, он суммарно шесть команд, просто вот в оксидератор к нам, проходите программу. И там произошло чего? Что там продукты, поскольку были на ранних стадиях, из них там половина, половина прям совсем не подтвердились. То есть коллеги через три там месяца поняли, что вот бизнеса в этих направлениях нет, их развивать не стоит. Но, чего произошло дальше? Поскольку сотрудники этой программы оксидерации прошли, у них в голове вот этот, да, багаж накопился. Да, он трехмесячный, он там не, может быть, там не такой двухгодовалый, но они вот в таком экспресс-формате на себе вот эти инструменты трекинга протестировали. Соответственно, вот, да, сотрудники стали такими носителями знаний внутри компании. Они еще там позднее школу трекинга прошли, у нас они тоже есть, и они стали уже внутренними трекерами в компании и такими вот, ну, супервизорами просто, да, в работе, в запуске других компаний. И сейчас у них уже там стартует внутренний аксидератор, они прям набирают продукты с рынка и там под это дело просто начинают свою там машинку отстраивать. Вот это, наверное, вот если меня там спрашивать про какой формат, какой наиболее, наверное, такой наиболее реалистичный, наиболее понятный, я бы говорил про этот формат. Когда ты один раз делаешь с партнером, возможно, там, да, первый раз там на цикл 3-6 месяцев аутсорсишь ему, а дальше потихоньку начинаешь своих просто качать, 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 и в тебя эта компетенция перетекает. Вот, наверное, мой ответ на вопрос, как просто вот там в компании с нуля завести этот навык, навык трекинга. Дима, я вот в его разрешение отвечу на вопрос в чате, который здесь как раз про навыки. Здесь вопрос звучит так. Каздеф аутсорсинг, какие команды на рынке вы считаете наиболее компетентными для проведения исследований? Вот здесь всегда хочется спросить, чтобы что, чтобы что вы этот инструмент хотите применять. Если там ответ, что Каздеф хочется применить для того, чтобы там создать какой-то продукт или там сделать это один раз, или если вы планируете все-таки делать эти продукты в случае, если этот первый умрет или будет неуспешным, и это потоковая деятельность, или даже у вас проектные продажи, и вы через customer development interview выявляете потребности в заказчиках и так далее, я бы здесь рекомендовал, может быть, разово, конечно, обратиться за решением какой-нибудь локальной задачи на рынок и поискать исполнителей. Такие исполнители есть. Но порекомендовал бы качать скилл внутри команды, это сейчас в текущем быстро меняющемся рынке крайне важная компетенция в любой команде, которая в принципе что-либо продает и что-либо создает. И мы эту механику как внедряем в команды. Чаще всего туда приходит трекер. Базово у трекера всегда есть компетенции customer development, и он понимает, как работает этот инструментарий. И трекер помогает сформировать перечень вопросов, которые команда пойдет спрашивать на рынок. Он помогает правильным образом обработать те ответы, которые респонденты дают на эти вопросы. Правильно учит делать выводы из этих ответов. Вот это очень важная история, правильно интерпретировать информацию. И через, даже часто с вами вместе сходит и с вашими клиентами поговорит прям на этой встрече, там, оффлайн или онлайн. И через вот это совместное делание в команде постепенно заводится, вот мы так называем, заводится там вот эта вот цепочка создания или там образовательная цепочка, да, знания, умения, навык. Вот часто трекер сразу генерит умения и навык в команде таким образом, и команда через просто делание этот навык приобретает и дальше сама уже умеет проводить эти интервью. Дальше можно супервизировать, то есть там давать обратную связь на ту деятельность и то качество Каздева, которое там команда проводит, но в целом это самый лучший подход, он всегда пригодится. Вот этот тот скилл, который точно пригодится и не останется там бесполезным. Да, спасибо, Жень. Да, спасибо. Артем, тебе вот есть ли чего-то добавить про вот трекинг или вот, ну, уже там вопрос, наверное, исчерпан и можно там дальше переходить. Мы потихоньку уже на самом деле резюмируем. Есть ли чего-то, чего про трекинг еще добавить? На самом деле как раз важное дополнение, что про гибридную схему, которую ты сказал, реально она будет, ну, это очень следующий момент. Качество трекинга растет от насмотренности проектов. И как раз создание, дилемму выбора создавать трекеров внутри либо снаружи, по факту, наверное, правильное решение гибридное, если мы говорим про большие корпорации. Потому что и проекты разные, и есть так называемая суперсила у конкретного трекера, да. Кто-то специализируется на построении воронки продаж и в юнит экономики продаж, кто-то специализируется на создании оффера, а кто-то прекрасно, даже вот эта очень частая проблема, которую решает трекер, это внутренняя организация самой команды, как их правильно расставить, как их смотивировать на единство целей полагания. И вот комбинация даже трекеров на разных этапах прохождения жизненного цикла, как команды, так и продуктов, которые она управляет, вот это следующий уровень развития трекинга. И точно сказать на этом этапе, какой трекер он будет внутренний либо внешний, сейчас ответить нельзя. Это реально тоже искусство подбора именно на этом моменте. И как методология трекинга, она как раз и заключается. Это правильно увидеть проблему и найти максимально эффективное лекарственное средство в этом моменте. Это и есть вот то искусство, которое сейчас проводится. И тот формат применения и формат как бы этапности и те сферы и как бы и... Ну, по факту это такой полноценный, бесконечный элемент улучшения. Вот просто эта методология, как раз в этом она и красива, что она проста, но эффективна. Вот это важно хотел, что я добавил. Спасибо, Дмитрий. Да, спасибо. Вот потихоньку, да, можем резюмировать. Я вот просто, да, уже тоже заключительную мысль скорее сейчас оформлю. У нас тоже сейчас вот диалог был как раз с одной из компаний про развитие продуктовой линейки внутри. И там вот мы, наверное, там, причем компания такая уже далеко убежавшая в части продуктовой культуры. Мы как раз вот там вообще не с ними, в том числе там родили вот такую там диагностичную карту. В целом ничего сложного нет. Вот на формат работы какой? У тебя есть там какое-то количество продуктов, там, не знаю, там 20, 30, 50, там, ну, то есть под тобой. Или ты там продактован, может быть, тебя там, не знаю, 3 или 5 продуктов. Первое, у тебя есть вот что-то вроде такой диагностики, да, по каждому продукту. Ты понимаешь, какие у тебя закрыты куски, какие они закрыты. Условно, в одном продукте юнит-экономика не сходится, в другом вот проблем с лишним фит не пройден, то есть нет вот этого соответствия, да, там, продукт-рынок, связки нет. Ну, то есть нет артефактов из рынка, которые бы подтверждали, что ценность от продукта правда есть. Там, в третьем продукте процесс продаж там запущен, но роста нет. И вот, и ты занимаешься другим. В четвертом продукте, там, не знаю, там, customer journey map, например, воронка не оцифрована, ну, то есть команда, она не управляет вообще ключевыми метриками. Вот, а очень разная ситуация, даже в рамках одной компании, часто и мешанина продуктовых, вот просто подходов, и очень разный уровень продуктов. И вот здесь просто как, там, как решение, это, если, да, меня спросить про то, чего в таком кейсе делать, это первое. Есть вот такие диагностические просто карты по продуктам. Раз, два. Есть, понятно, roadmap по каждому продукту. Три. Есть целеполагание, ну, просто четко зафиксированные цели по каждому продукту. И roadmap, естественно, вот, да, и целеполагание строится. И дальше, да, есть, соответственно, оцифрованные продукты, оцифрованные ключевые метрики. И дальше команда в режиме еженедельных спринтов, она внутри этих ключевых метрик начинает, да, там, новые гипотезы тестировать и бежать к тем целям, которые сами себе поставили. Вот в целом, вот это, да, такое, вот пятью, там, да, четырьмя пунктами, если вот этот процесс в компании появляется, это уже, там, не знаю, 50 плюс процентов успеха от того, что компания начинает вот эту долю продуктовой выручки наращивать. У нас там кейсы есть, когда с довольно крупными компаниями, там, общаясь, базовая, ну, наверное, такая просто прям базовая гигиена в виде понимания, что там, правда, там большой продукт, который много, там, генерирует выручки, вот, но понимание базовых вещей, вроде как, какие гипотезы ведут к росту денег в продукте, какие нет. Вот часто базовая гигиена, она не налажена. Вот мое, наверное, да, мнение, что просто, вот, наверное, возможно, там, у меня опыт, да, такой, продеформированный. На мой взгляд, вот, если уже как резюме подводить, само по себе внедрение базовой гигиены в работе с продуктами, будь то запуск, будь то работа с существующими продуктами под базовую гигиену, я как раз понимаю, вот, как раз вот та же диагностическая карта, можете ее брать, и просто регулярный, да, трекинг, регулярное отслеживание прогресса. Вот само по себе внедрение уже этих инструментов, оно, вот, ну, будет просто бустить, да, акселировать, вот, рост бизнесов внутри корпорации. Это, наверное, резюме, которое я хотел там со своей стороны просто подвести. Коллеги, да, вам спасибо за то, что были с нами эти полтора часа, как вот просто уже такой постфактум. У нас кроме, кроме трекинга, про который мы говорили, есть еще прям продуктовая линейка и про оценку и обучение продуктов, и про развитие лидеров, развитие талантов. Здесь есть ссылочка, будет рассылка этой презентации, если вдруг ее не запомните, она уйдет. Вот, приходите, мы как минимум, тогда точно за то, чтобы поговорить про ваши запросы, ваши задачи. Да, меня зовут еще раз Дмитрий, можно, если какие-то вопросы возникают, писать мне в почту. Спасибо вам, Артем, спасибо Евгений. Мне было увлекательно, и я для себя ряд просто инсайтов в работе, в разговоре с вами поймал. Круто, да, спасибо за интересную беседу. Спасибо огромное, да. Коллеги, заканчиваем, да, наш вебинар. Всем пока. Всем отличного.